Определись со своим кандидатом. В Домосибирском региональном отделении партии «Единая Россия» идет прием документов на предварительное голосование. Сегодня еще три человека решили попробовать свои силы в праймерис. Действующий депутат Госдумы, ученый из Академгородка и известный актер. Принимаю участие потому, что считаю, что сфера культуры, которая сейчас у нас, конечно, в стране активно развивается, можно в ней сделать еще несколько шагов для того, чтобы улучшить культурный облик нашего Отечества. В плане через развитие общественных инициатив, конечно же, и развитие некоммерческих организаций в сфере культуры. Напомню, «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на госуслугах. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Продолжается регистрация избирателей. Заявку на участие можно подать до 28 мая включительно. Есть среди кандидатов и действующие депутаты Госдумы. Многие из них приняли решение участвовать в праймерис после послания президента страны федеральному собранию. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит съезд партии. Основные тезисы послания президента, они лягут в основу предвыборной кампании партии «Единая Россия». То есть создается некий политический инструмент законодательного обеспечения его инициатив. То есть мы, получается, идем в одной связке. И примечателен еще и очень важен тот факт, что, по сути, доверяя реализацию своего послания «Единой России», президент тем самым оказывает «Единой России доверие». Вещи, которые озвучил президент, отчасти повлияли на принятие мною решения о том, чтобы выдвигаться на предварительное голосование. В части, например, развитие транспортной инфраструктуры и строительства метрополитена в городах-миллионниках. То, что озвучил президент. Мы этого добивались даже не последние 5 лет, а последние 10 лет. Продолжение следует...